Привет, любители острова! Сегодня такая спонтанная тема. Я хочу вам показать ножи, которые вы заказываете и которые мы для вас делаем с учетом ваших пожеланий. Я не устаю повторять, что каждый ваш нож – это нож с вашей историей. И сегодня вы именно вот это вот и увидите. Я вам покажу, что мы делаем с учетом ваших пожеланий, что-то покажу вам в наличии и покажу вам то, что можно будет у нас заказать с учетом каких-то ваших мыслей, с учетом ваших интересов, с учетом интересов ваших друзей, которым вы захотите это что-то подарить. Давайте покажу вам вот несколько ножей и расскажу, как возникли идеи и сами все поймете. Самое главное – досмотрите видео до конца, потому что там будет розыгрыш, условия розыгрыша и покажу вам нож, который мы разыграем, но это будет нелегко. Многие испугаются, поэтому смотрим видео. Сейчас я вам все покажу. Айда, погнали! Вот нож, например, с учетом ваших пожеланий. Нож, клинок из стали Элмакс, клинок от ножа Акула, но дело не только в клинке, а в рисунке на рукояти. Рукоять выполнена из клыка моржа. То есть, посмотрите, здесь такая вот амазонка. К чему я это показываю? Я это показываю к тому, что на такой рукояти, на костяной, вы можете попросить нас сделать любой рисунок, любой рисунок, любую вашу фантазию. То есть, можно сделать здесь… Там есть у вас какое-то хобби, например, мы нарисуем это хобби. Какое-то было событие в вашей жизни, мы нарисуем это событие в вашей жизни. Как правило, для таких вот качественных рисунков мы используем клык моржа. Он очень жесткий, он очень твердый. На нем, вы видите, как картинка получаются рисунки. Как бы, да, он не дешевый, но, как говорится, красота. Красота от этого и зависит. Ребят, сейчас я вам покажу ножик, нож, который я всегда мечтал сделать. И так совпало, что наш коллега ножевой Евгений добил меня в хорошем смысле этого слова. Он звонит мне и говорит, Саш, а можешь мне сделать клинок из С-390 и вот такой-то вот рисунок, вот такого-то легендарного нашего человека. А на другой стороне ты, Сань, придумай фразу. Не придумай фразу, а выбери фразу из песен этого человека. Давайте я вам покажу. Покажу. Евгений, вы просто взорвали мне мозг. Я жив. Снимите черные повязки. Я думаю, вы узнали фразу легендарного нашего барда Владимира Семеновича Высоцкого. Здесь тоже рукоять выполнена из клыка моржа. Любые ваши фразы, любые ваши пожелания. Такой же клинок, как был и на прошлом, на предыдущем там ноже, да, тоже акула. И сейчас я вам покажу сам рисунок. Сам рисунок, посмотрите. Владимир Семенович Высоцкий. Приблизь, еще, ну точнее не приблизь. Ага, вот посмотрите. Посмотрите, все это выполнено иглой, очень тонкой иглой. Все цвета, все вот эти вот тени, все вот эти тени, они делаются, они регулируются нажатием простой иглы. Нажатием простой иглы. Вот так вот Евгений, скажем так, Евгений подбил меня. И давно хотел я сделать этот нож. И посмотрите, что получилось. Почему я так подробно вам это все показываю? Потому что, еще раз повторюсь, вы можете заказать у нас нож с любой вашей темой. С любой темой, с тематикой, которая вам интересна. Я уже делал такие ножи, там внизу, посмотрите, обзор я делал ножи там с женщинами, с собачками, с подводными лодками. Кстати, Евгений тоже заказывал для друга своего нож Джокер. Там ниже тоже можете посмотреть. Очень крутая там тема, очень крутые рисунки. Поэтому, еще раз вам хочу сказать, посмотрите на этих красавцев. И заодно сейчас вам покажу, что есть в наличии, как бы, да, из тех тем, которые всегда актуальны, которые всегда популярны. Вот, посмотрите, нож из стали Элмакс, нож офицерский. Посмотрите, такой увеличенный финк НКВД, такая щучка. И рисунок на... Здесь тоже клык-моржа, кстати, используется. Здесь такой вот красноармеец на привале. Давай вот так на свет. Я вам покажу, может здесь получше будет. Красноармеец такой вот на привале. А на другой стороне Георгиевская наша ленточка. Этот нож в наличии. Его цена 25 тысяч рублей. Вот. Цена, кстати, еще старая. До повышения нынешних. Поэтому тоже обращайтесь. Ребят, еще раз хочу сказать. Используем для этого клык-моржа. В наличии есть у меня порядка десяти там разных клинков. Ну, например, там из С-390. Очень часто вы заказываете и полностью рукояти, и вставки костяные. На этих вставках я делаю разные рисунки. Посмотрите, какой есть кинжал. Посмотрите, какая у него четкая структура. Какой красивый кинжал. Посмотрите, какие узоры. Просто неповторимые. Посмотрите, какая красота. То есть, можно сделать вообще тут любую тематику, да? Такие вот, например. Такой же классный клиночек с рисунком, да? Любые тут темы. Посмотрите, здесь вообще... Посмотрите, какой интересный. Какой-нибудь приблизь еще. Сконцентрируйтесь. Посмотрите, вот какая красота. Еще давайте вам покажу. Посмотрите, здесь прям мороз и солнце. День чудесный. Вот. Ребят, таких клинков у меня порядка 10 штук. Уже несколько я отобрал себе в работу. Там пляшущие человечки. Шерла Холмс. Еще там что-то, да, в голове моей есть. Поэтому не стесняйтесь. Обращайтесь. Телефон для связи я оставлю. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Потому что какие-то короткие ролики из нашей ножевой жизни, из нашей околоножевой жизни. Я все выкладываю там. Там и юмор, и смех, и тоже так же ножи. Туда в первую очередь я выкладываю, которые в наличии. Поэтому не стесняемся. Обращаемся. Какие у вас есть пожелания, обязательно говорите, пишите. Координаты все оставлю. Так, и сейчас что касается конкурса. Что касается конкурса. Неспроста я вам показал Владимира Семеновича Высоцкого. Очень, очень сильно я с детства люблю этого нашего барда. У бати в москвиче был мафан, магнитофончик. И он там, я был маленький, а он уже включал Высоцкого. Вот. В общем, суть конкурса такая. Давайте сначала я вам покажу, что вы выиграете. Так, я вам покажу очень популярный и хороший в нашем ассортименте нож. Победитель этого конкурса заберет вот такого красавца Акела. Это самый универсальный нож в нашем ассортименте. Нож, который любят охотники, рыбаки, туристы, милитаристы. Для подарка это супер нож. И, соответственно, сделаю я вам в подарок гравировку. Что касается условий розыгрыша. Вы должны будете прислать мне в телеграмм, в ватсап, координаты оставлю. То, как вы поете. Я хочу вас вовлечь. Давайте, что мы все про ножи, про то, про все, про стали. Давайте развлекаться. В хорошем этом смысле слова. В общем, вы должны спеть кусочек песни Владимира Семеновича Высоцкого и прислать мне. Мы все это заценим. Позову главного человека в нашей ворсинской группе «Рок острова». Он заценит. Шутка. Мы сами просто посмотрим, сами оценим. Кто подойдет более креативно, кто подойдет более интересно, тот и заберет этот нож. Я думаю, многие испугаются. Поэтому участников будет не так много. Подходите. Ну и, соответственно, давайте начнем с меня. С меня, как говорится, если ты много говоришь, тогда и предлагай, тогда и начинать. Сейчас только во рту у меня что-то пересохло. Я самогонки бахну немножко, чтобы посмелее тут быть. Шутка, шутка, водичка. В общем, не стесняемся. Поем Высоцкого. Начнем с меня. Одну из самых моих любимых песен – «Татуировка». Не делили мы тебя и не ласкали. А что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ. Валя, Алеша выколол твой образ. На груди. Ну, в общем, вот что-то такое вы, ребята, должны прислать. Может быть, под гитару. Может быть, под аккордеон. Может быть, вообще там, как бы, под… Ну, в общем, как решите, так и решите. Главное только перед тем, как начнете петь, нужно будет сказать «Саня, привет», «Акела, привет» и поехали. В общем, вот так вот с юмором, с юмором, с чувством, с толком, с расстановкой заканчиваю это видео. Ребят, просто хочется вас вовлечь немножко не то, что там, почем нож, высылай, вот деньги. Давайте вместе, вместе просто поучаствуем в этом розыгрыше. Следите, координаты оставлю, высылайте. Приз вас ждет, гравировку вам сделаю. А кто подойдет вообще супер креативно, подарю два ножа вам и вашему другу. Погнали, айда!